Здравствуйте! В эфире программа «Научная среда». Меня зовут Сергей Толмачёв. Сегодня о марсианских экспериментах и сибирском грызовом источнике фотонов, языке поросят и съедобного свином сали, которому 8 десятилетий. Заглядем вглубь истории, а также порадуем любителей пива. Но по порядку. Марсоход определил скорость распространения звука на Красной планете. Это примерно 240 метров в секунду. Для сравнения на Земле — 340. Естественно, в расчетах учли и силу горизонтального ветра, и огромное количество молекул углекислого газа в марсианской атмосфере. Это тоже фактор влияния. Изменения довольно точные. Их делали по принципу эхолота. То есть совершали лазерные выстрелы до фрагментов породы и считали время, за которое обратный сигнал долетит до микрофона. И вот что еще оказалось. Сигнал с частотой выше 240 Гц распространяется быстрее, чем низкочастотные. Скорее всего, в этом виноваты колебания тех самых молекул углекислого газа. Тихо идет эксперимент. Новосибирские ученые измерили уровень сейсмического шума в районе будущей стройки сибирского кольцевого источника фотонов. Данные крайне важны, говорят эксперты. Ведь повлиять на работу ускорителей могут не только помехи с железной или автодороги, но даже подземные взрывы на угольных шахтах соседних регионов. Екатерина Стывко подробнее. Это установка — ускоритель заряженных частиц. Его смело можно назвать дедушкой будущего Скифа в Институте ядерной физики. Он находится с 70-х годов. Именно на основе этой установки ученые изучали влияние сейсмического фона на формирование пучка и качество эксперимента. Длина кольца, в котором летают ускоренные частицы, почти 400 метров. Под ним установили чувствительные датчики. Траекторию пучка менять нельзя, говорят ученые. Это может исказить результаты эксперимента. Поэтому опасны даже микроколебания фундамента. Внешнее влияние — это, разумеется, деловая активность, проезд машин, проезд поезда. Из внутренних источников мы определили, что источники питания, которые содержат в себе различные трансформаторы, они очень сильно гудят, гудят на частоте сети нашей. Ускорители Скифа будут в десятки раз мощнее, чем на старой установке. Поэтому необходима серьезная защита от внешнего воздействия. Рядом с площадкой, где планируют построить Скиф, и автодорога, и жидопути, и ликероводочный завод. С конца осени геофизики ведут наблюдение на участке. Для приборов выкапывается яма, в яме выравнивается плитка, устанавливается на плитку, устанавливается прибор. Также устанавливается аккумулятор, оно полностью закапывается, ведется полностью автономная регистрация. Геофизик Алексей Яманов уверен, место для Скифа выбрали удачное. Колебания земли хоть и есть, но совсем небольшие. Опасность представляют лишь землетрясения и подземные взрывы, в том числе и в соседних регионах. За ситуацией ученые следят в режиме реального времени. Вот здесь немножечко зелеными вступлениями отмечено, тут это слабенькое событие, какое-то произошло. Я думаю, что это один взрыв, это район Калтана Кемеровской области, судя по всему. Это взрыв на одном из горнодобывающих предприятий на разрезах. На основе полученных данных эксперты уже начали чертить карту распределения сейсмических шумов и разрабатывать специальную защиту для ускорителей. Свиньи хлюкают и бежат не просто так. Они подают сигналы друг другу, а также другим животным, да и человеку тоже. Команда исследователей изучила 7,5 тысяч аудиофайлов, записанных на разных фермах. Животных оставляли в разных ситуациях, от сильного стресса до полного благодушия. Если свинья испытывает положительные эмоции, издает короткие сигналы, в которых часто меняется амплитуда, то есть довольно похлюкивает. А при недовольстве визжит, как резаная. Ученые разработали алгоритм, который способен определить эмоциональное состояние хрюшки с точностью в 91%. Возможно, он пригодится владельцам свиноферм. В Бердске возобновили строительство исторической реплики деревянной крепости, с которой в 18 веке началось русское поселение на сриянии Аби и Берди. Проект был просто законсервирован, говорят авторы. И вот продолжение истории, которую расскажет Константин Клечин. Трель-дрель и стук молотка. Бердский острог, стоявший долгое время, как некая сказочная декорация, ожил. Стройка продолжается. Авторы проекта излучают оптимизм. Скоро пуск объекта. В конце апреля мы доделаем все основные работы. В мае немножко займемся благоустройством. Планы открыть в этот сезон Бердский острог для наших гостей. Предполагаем сделать парк семейного отдыха. Острог начали возводить в 2014 году. Но потом из-за кризиса заморозили. Сейчас инвестор решил финансовые проблемы. Этот проект не претендует на статус точной копии Бердского острога 18 века. Это скорее сборный образ русских укреплений. Делится на крепость и так называемый посад поселения. В планах инвестора устроить парк-музей, где взрослые дети могут окунуться в атмосферу быта далеких предков. Попробовать себя в резьбе по дереву. В кузнечном деле послушать творческие коллективы. Во времена стародавние у острога сугубо практическое предназначение. Это сооружение для обороны. Сейчас это место, где можно приобщиться к истории. Просто побывать в выходной день. Но также авторы проекта не исключают, что здесь могут снимать фильмы. Исторические, конечно. Есть идея проложить речной маршрут от Бердского острога к Томскому. Гости смогут изучить историю русского заселения нынешней Новосибирской области в конце 17-го, начале 18-го веков. Движение крестьян и торговых людей следом за казаками шло с севера на юг от Томска. Южнее лежали земли кочевников. Граница проходила по реке Иня. И отношения соседей были далеко не простыми. Исторического материала с лихвой хватит на остросюжетную историческую драму, где центр повествования – Бердский острог. Паутину можно использовать при терапии раковых опухолей. Конечно, после клинических испытаний нового метода. Ключевую роль в амуном ответе организма на такие болезни играет белок P53. Он поврежден или просто отсутствует у большинства онкологических пациентов. То есть, если искусственно вводить это соединение в раковые клетки, можно эффективно с ними бороться. И вот что оказалось, что этот самый P53 похож на спидроин. Это тоже белок, который пауки превращают в свои сети. Их соединили, и громоздкий человеческий белок просто обернулся вокруг паучьего, как нить вокруг веретина. Что это значит? Да то, что в перспективе будет проще доставлять его непосредственно в опухоль, не рискуя повредить. Что будет дальше? Дальше будут клинические испытания. И в продолжение темы давайте отправимся в Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической монологии. Посмотрим, что делают в этих лабораториях. Человеческие клетки растут в планшетах и флаконах, словно садоводческие культуры. Научные сотрудники следят за тем, чтобы свойства разных клеток не мешали проведению экспериментов. В таком флакончике клетки прилипли к поверхности пластика, добавляется определенная питательная среда, которая содержит необходимые ингредиенты для роста клетки. И в такие культуры могут расти 7, 10, 14, сколько нужно дней для конкретного эксперимента. В одном квадратном сантиметре находится около 5-6 тысяч клеток. Чтобы посчитать их количество, в лаборатории есть специальный микроскоп. Он не только сообщает показатели, но и отделяет живые клетки от мертвых. Так научные сотрудники могут выявить отклонения от нормы в крови пациента и впоследствии помочь с лечением. Лабораторий в научно-исследовательском институте много. Занимаются не только изучением биоматериала, но и диагностикой пациентов. Этот прибор помогает оценить функциональное состояние легочной системы человека. Для этого нужно выполнить несколько дыхательных упражнений. После этого результаты окажутся в компьютере врача. На мониторе врач видит, в каком состоянии находится пациент. И на основании исследований он выдает заключение. Проходить осмотр на подобных аппаратах могут как взрослые, так и дети. Ну, полное исследование на функции внешнего дыхания на нашем приборе длится около часа. Поэтому, конечно, в день мы можем взять 5-6 человек, не больше. В последние десятилетия основными направлениями исследований института стало рассмотрение клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины. Тот задел, который у нас есть, это порядка 20 патентов, связанных с разработкой методов диагностики и терапии. На основе использования потенциала иммунной системы, что позволило нам в последнее время замахнуться на реализацию крупного международного проекта. В институте открыта лаборатория, которая занимается разработками на основе картоклеток и генно-модифицированных дельтоклеток. Исследования ведут вместе с японским профессором, который в этом году должен приехать в Новосибирск на три месяца. Взамен привычным фармпрепаратам на помощь врачу и пациенту приходят клетки и продукты их деятельности и правильные технологии – это медицина будущего. Сейчас научно-исследовательский институт – один из немногих центров, где применяется иммунотерапия генно-модифицированными препаратами. Такую помощь оказывают в Новосибирске всего на трех площадках. Хотите попробовать выдержанное, проверенное временем, сало? Приезжайте в небольшой шотландский городок Сейн-Сайрус и лучше сразу после шторма в Северном море. Именно после него на берег выбрасывают круглые куски свиного сала. И такие подарки море приносит уже 80 лет. Во время Второй мировой войны авиабомба разнесла торговое судно неподалеку от побережья, а весь груз продовольствия в деревянных бочках пошел ко дну. Поэтому и шпик круглой формы, такой же, как бочонок. Граждане уверяют, что его и сейчас нужно есть. В соленом морской воде не портится. Но, наверное, привкус все-таки необычный. Отказаться от иностранной зависимости – главная задача, которая сегодня стоит и перед бизнесом, и перед наукой. Наши новосибирские ученые свое решение уже нашли. Генетика разрабатывает сортичменя, который поможет пивоваренным заводам не закупать шведское сырье. В растениях мы собрали зерно, каждое потом протестировали, вот так вот, щелочь, проверили, что действительно там нет вот этих полифенольных соединений. Олеся Шоева – джиннхантер. Под модным словом скрывается понятие «охотник за генами». Сейчас возглавляет группу, которая выводит особый сорт ячменя. Задача – лишить ДНК полифенолов. Это органические соединения мешают пиву храниться долго. И если в баночке пенного напитка есть муть, знаете, сделано оно из сырья. Может, и качественного, но не совсем подходящего. Поэтому и придумали мутантов, которых полным-полно в научной лаборатории. Мутанты – очень длинная история у них. Они еще в 50-х, начиная с такого времени, их создавали в течение длительного времени. То есть это коллекция. Ну, мутировали ячмень различных сортов. Работу проводили в Швеции. То есть прям такая целенаправленная была работа в Швеции. Плоды деятельности скандинавских ученых удалось перенять. Но наши генетики пошли дальше. Получив тамошних мутантов, научились вычленять лишние гены ячменя. Что очень полезно не только с точки зрения фундаментальной науки, но и пригодится в промышленности. Занимаемся селекцией ячменя, маркер ориентированный. Это позволяет нам делать селекцию ячменя более быстрой и более точной. То есть мы отбираем не только как традиционно при помощи анализа внешних характеристик, но также мы и анализируем по ДНК, по генотипу ячменя. Лишнее в мусорку, полезное и перспективное в грунт. Из всей этой грядки будущее есть только у четверти ростков мутантов. У всех кодовое название содержит аббревиатуру «АНТ». Это популяция на Ан-27. Мы ее будем использовать для точного картирования генов. Сейчас такое приблизительное. А точное картирование мы сделаем в лаборатории. В работе с семенами важно не только лишить их ненужных генов, но и добиться урожайности. Иначе зерно попросту не будут покупать производители пенных напитков. Над этой задачей сибирские генетики тоже трудятся. В британском городке Ричмонд на целый месяц закрыли автомобильную дорогу. Причина не ремонт и не разрыв реки. Все дело в миграции лягушек. Именно в этот период они активно передвигаются к ближайшему пруду, чтобы отложить яйца. И в прошлые годы на асфальте находили немало трупов. Если собаку машина может объехать, то маленькая зерноводная водитель просто не заметит. Местные волонтеры и экологи предложили вывесить запрещающие знаки. Жители городка не против. Дорога не очень оживленная, а объезд занимает совсем немного времени. И на сегодня у меня все. С вами был Сергей Толмачев и программа «Научная среда». Через неделю о том, как вырастить грибы на Луне и почему муха-журчалка внесла коллектива в конструкции умных квадрокоптеров. Увидимся и удивимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok